Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Веры Мещерякова. Смотрите сегодня в программе. У кого и почему холодно? Когда вот минус 4, минус 6 было, и соседки, и я разговаривали на другой день. И говорили, что в шапках спали. Вот так было холодно дома. Отопительный сезон упирается в дома. Подмога на борьбу с пандемией. Чего ждем? Ну, в первую очередь, это повышение доступности и качества оказания медицинской помощи нашим жителям наших сельских районов. Зачастую автомобильный парк изношен, он недостаточен. Ну, вот, собственно, это огромная поддержка. Медикам Ульяновской области вручили ключи от скорых. Хочешь жить? Иди. Ходить нужно интенсивно, работая руками. Ну, не сильно, конечно, не мешать, как солдатик. Да, но все-таки, чтобы двигались, да. Ульяновцев приглашают к участию во Всероссийском чемпионате. Холодные батареи беспокоят на порядок меньше. От 16 до 22 обращений по теме недотопов в сутки фиксировались в регионе на минувшей неделе, против 166 в самом начале топ-сезона. Среди тех, кто мерзнет в собственных квартирах, жильцы 9-го дома по улице Балтийской. Им вместо тепла батареи достались лишь прохладные ответы ответственных лиц. В причинах проблемы вместе с жителями разбиралась Маргарита Матюшинская. Когда вот минус 4, минус 6 было, и соседки, и я разговаривали на другой день, и говорили, что в шапках спали. Вот так было холодно дома. Утепляются как могут, даже маской. Здесь не против вируса, а ради тепла. Жителей дома номер 9 по улице Балтийской с начала топительного сезона согревают газовые плиты и обогреватели, дополнительно накручивая стоимость и без того дорогой коммуналки. За месяц приходится платить от 5 тысяч рублей. Ну, когда газом топим, в этом месте много. Да, а так этот самый. У нас колонка. Сейчас на улице теплее, чем в доме. Об этом говорят жильцы, в котором живут как дети, так и пенсионеры и инвалиды, страдающие от безразличия ответственных лиц. Выяснить, кто виноват, несложно. Тепловые сети отрапортовали. С их стороны работа вся выполнена. По показателям температура воды на 7 градусов превышает норму. Мы принимаем все возможные меры. То есть, вот опять же, у нас есть границ-раздел в цокле здания. То есть, мы принимаем все меры для того, чтобы у вас, так скажем, было тепло. Но далее вот сфера ответственности – это вот управляющая компания. Которая не выполняет обязанности, но регулярно требует плату за услуги, будучи банкротом. Деньги якобы идут на покрытие долга организации. При этом долг не только денежный. Дом рассыпается, дыры в полах и на крыше. Проблемных моментов не устраненных. УК множество. Впечатление такое, что комфорт жителей – последнее, о чем задумывается руководство перед наступающей зимой. Вчера почему не подошли? Позавчера почему не подошли? Я еще раз говорю, у меня есть другие задачи, которые у меня ставят руководство. Но вчера я был в совещании Черепана. Опять дом сливали, опять запускали. Даже если хорошо, даже если воздух. Дом спущен и снова запущен был позавчера. И до сих пор отопления нет. Да, батареи стали в нашей квартире теплой, в других нет. И я этого слесаря спросила еще. Говорю, вы дошли до других квартир? Вы спросили, как у людей? Он говорит, нет, мне уже некогда. ГУК Заволжского района – одна из проблемных у Каульяновска. Признают это и в городском управлении ЖКХ. Обещают помочь перевести дом под крыло добросовестной организации и решить вопрос отопления в кратчайшие сроки. С нашей стороны, для контора, с работой управляющей компанией мы направились инженером в службу 05, чтобы это все происходило под их контролем. То есть в планах сегодня на данном доме проблемы устранить и пуск тепла произвести. Замерзнуть не дадут. Теперь ситуация и под контролем журналистов. Профильным министерством мониторинг температурного режима ведется ежедневно. Информация о сбоях поступает в Центр управления регионом. Большинство аварий – это ответственность управляющих компаний, в чьи обязанности входит в первую очередь забота о людях, а уже потом – прибыль. Маргарита Матюшинская, Юрий Тимонин, репортер 73. Кстати, о коммунальных услугах. Большинство ульяновцев, получая квитанции за коммуналку, чаще всего возмущаются суммам, но все же исправно платят. Некоторые поступают ровно наоборот. Они ежемесячно игнорируют платежки за свет, воду, газ и тепло. Между тем, их долг перед управляющими компаниями растет как снежный ком. В итоге, по самым последним данным, жители Ульяновской области задолжали за коммунальные услуги уже около 4 миллиардов рублей. Примерно половина от этой суммы вышла за трехлетний срок давности. Кто-то платит по чуть-чуть, а кто-то и вовсе не платит за коммунальные услуги. Все просто. Выселять людей из их же жилья никто не будет. Да и отрезать от коммуникаций не получится, как это было раньше. Но выход все же нашли. Татьяна Глухова знает, как справиться с должниками. Она старшая по дому номер 100 на Московском шоссе. Говорит, что иски из суды вынимать копеечку из кармана злостных неплатящиков не помогают. А вот обычные беседы, как ни странно, работают. У нас очень хорошо поработала управляющая компания, очень хорошо поработали юристы. Вот когда ходили рейдами по квартирам. Это имеет огромнейшее значение. Когда все-таки они сходили по всем должникам, у нас прям так сдвинулось с места, вы знаете, побежали. Прям люди побежали платить. Удивительное дело, прям удивительное. Есть и те, кто на коммуналку и содержание общего имущества не тратятся целенаправленно. Семья одна, он водитель маршрутки. Она медсестра. Они у нас не платили несколько лет. И сказали, не хотим. Такая жизненная позиция. Проблема в том, что долг одной квартиры приводит к ухудшению ситуации с коммунальными услугами целого дома. При неоплате за жилищные услуги мы потеряем качество по содержанию и ремонту текущему нашего многоквартирного дома. Допустим, если мы берем многоквартирный дом. При неоплате за коммунальные услуги, несмотря на то, что там такие достаточно большие компании, ресурсоснабжающие, которые подают нам газ, электричество, тепло, у них большие обороты. Но, тем не менее, когда они не получают определенную оплату за свои поставленные ресурсы, они в дальнейшем, к сожалению, это в дальнейшем негативно может сказаться на качестве предоставляемой коммунальной услуги. Долги у ульяновцев растут, как снежный ком. Проблема взыскания неуплат остро стоит не только с физическими лицами. Есть целые организации, просрочивающие платежи. Там есть очень огромная сумма, уже приближается к 2 миллиардам за пределами трех лет давности. Поэтому рекомендовано всем субъектам, которые занимаются на рынке реализацию услуг, соответствующие работы активизировать в части взыскания этой задолженности. Значительная часть долгов по газу. При том, что газ, в принципе, один из самых ненакладных среди поставляемых ресурсов. За 8 месяцев долги увеличились еще на 700 миллионов. Руководство Межрегион Газа отмечает, что Ульяновская область – один из тех регионов, из немногих, практически единственный, кто до сих пор не понял, что за газ надо платить. Очень был неприятный разговор. Нам нужно здесь ситуацию выравнивать. Кризисная ковидная ситуация требует незамедлительных организационных решений. Чтобы помочь региональному здравоохранению, мобилизованы все местные финансовые резервы, плюс привлечены дотации федеральные. Благодаря последнему источнику получено два десятка самых скорых и самых необходимых авто. Подробности в нашем следующем сюжете. На четырех скорых старого образца корсунские медики спасали земляков полтора года назад. Именно тогда, в апреле 2020-го, именно этот населенный пункт Ульяновской области буквально вспыхнул от быстрого распространения коронавируса. Дошло до тотального локдауна и выставленных блокпостов. Прогремели на всю Россию матушку. Ну да, был такой момент. Ну а сейчас опять у нас ковид бушует. И учитывая вот такую вот нагрузку на здравоохранение, мы, конечно, очень рады вот этому проекту, что нам сейчас вручают эти машины. 20 современно скорых для 15 лечебных учреждений Ульяновской области. Все согласно федеральной программе модернизации первичного звена. Чего ждем? Ну, в первую очередь, это повышение доступности и качества оказания медицинской помощи нашим жителям наших сельских районов. Потому что зачастую автомобильный парк изношен, он недостаточен. Ну, вот, собственно, это огромная поддержка. Это стало возможно благодаря бюджетным осигнованиям, выделенным из бюджетного фонда правительства Российской Федерации. С огромным удовольствием вручаю вам ключи от этих автомобилей. Для нас это очень важно, чтобы условия работы наших педиков были современными. Ожидая своей очереди, Валентина Домнина мысленно в родной Корсунской ЦРБ. Все те же четыре изношенных скорых, до 70 вызовов по району за сутки. Ежедневная прибавка по ковиду не менее 15 человек. И, наконец, здесь, на главной площади Ульяновска, светлый штрих мрачного полотна. Ключи. Домнина и Валентине Васильевне. Прямо сейчас идет церемония вручения ключей от таких автомобилей представителям районных больниц. Но главное сокровище, конечно, внутри самого автомобиля. Ведь это автомобиль нового уровня, нового класса. Здесь внутри есть и дефибрилляторы, и электрокардиографы, и широкий спектр разнообразных лекарственных препаратов. Но и главное, здесь есть кислород. Чуть позже тест-драйв в Новоспасское и Новоульяновск, Инзу и Барыш, Теренгу, Вишкайму и прочие населенные пункты региона. Валентина Домнина вместе с водителем к дороге до Корсуна готовы, но прежде хоть одним хозяйским глазком. Я очень рада. И особенно, конечно, рады будут сотрудники, которые будут работать на этом автомобиле. Очень здорово. Спасибо огромное. Огромные слова благодарности. Сколько вам еще таких машин нужно для того, чтобы все было хорошо? Минимум четыре. И будет все замечательно. Татьяна Домоданова и Юрий Тимонин, репортер 73. Кризис есть, а плана выхода нет. Критики со стороны Федеральной общественной палаты подверглась работа руководителя Ульяновского министерства здравоохранения Александра Гошкова и профильного зампреда правительства Сергея Кучица. Запас лекарств для ковидных больных на месяц исчерпан за неделю. Меж тем, амбулаторно лечится около 10 тысяч человек. Причиной кризиса ответственные лица назвали несоблюдение жителями области санитарных предписаний и невысокие темпы вакцинации от коронавируса. В общественной палате считают, что в Ульяновском Минздраве нет системного планирования. Своё мнение о встрече с руководством регионального здравоохранения высказал член палаты от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. Ситуация со здравоохранением в регионе вызывает опасения. В общественную палату Ульяновской области не так давно пришли два уважаемых наших руководителя регионального здравоохранения. Местный министр и, соответственно, курирующий зампред. Говорили также, что деньги появились федеральные на закупку лекарства и что небольшой запас коек, 152 койки на 8 октября, были свободны для больных лёгкой и средней тяжести. Я считаю, как член общественной палаты Ульяновской области Российской Федерации, что меры эти пока недостаточны. Неоднократно я задала вопрос про планы, какие реальные планы, последовательные мероприятия будут предприняты, чтобы ситуация изменила свой вектор и всё-таки ухудшение прекратилось. Но, к сожалению, о плановом систематическом действии пока мы не услышали. Это вызывает опасения. Я считаю, и коллеги мои, мы обсуждаем это много раз, что мы можем помочь. У нас наши уважаемые чиновники запросили помощь с волонтёрами, хотя тут тоже, надо сказать, не всё так просто. Например, я резко против того, чтобы волонтёров посылали в больницу для разведения потоков. На колл-центры, пожалуйста, на доставку лекарств, если у кого-то есть возможность использовать, допустим, личный транспорт, пожалуйста, но не в больнице. Сугубо моё личное мнение, потому что эффективность подобных мер очень неоднозначна. Ну и всё-таки я за то, чтобы был конкретный, внятный антикризисный план мероприятий, но пока о нём не слышно. В продолжении медицинской темы Димитровград объединил радиологов и радиотерапевтов со всей России. В городе Атомщиков провели первую всероссийскую научно-практическую конференцию «Инновации в радиологии. Взгляд в будущее». Основная задача – обмен передовым опытом в практическом использовании теоретических знаний в сфере высокотехнологичной медицины. О впечатлениях участников и результатах в целом материал наших коллег с телеканала Димград-24. 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 Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, в очном формате приняли участие лишь основные спикеры, которые были обязаны предъявить организаторам соответствующие QR-коды о пройденной вакцинации. Всего же, с учётом видеоконференц-связи, первая всероссийская научно-практическая конференция объединила порядка 400 врачей-радиотерапевтов, онкологов, радиологов и диагностов, а также медицинских физиков, учёных и аспирантов со всей страны. И были сообщения, доклады, которые я просто не слышал. И нас познакомили с технологиями, которые я, будучи знаком со многими проблемами, я их просто не видел. Потом были показаны собственные результаты, которые, наверное, можно будет дальнейшим экстраполировать на другие онкологические центры страны. Это не проходящая конференция, это попытка наладить стратегическое взаимодействие между профессиональной группой профессионалов, которые занимаются этой проблемой, и ведущим институтом, в котором мы с вами находимся. Доступность высокотехнологичной помощи всем жителям России и Ульяновской области в первую очередь, а также сотрудничество профильных специалистов из разных регионов страны в особо сложных случаях лечения онкологических заболеваний стало одним из итогов мероприятия. В первую очередь, было принято предварительное решение о том, что эта конференция должна быть ежегодной. И для нашего города, наверное, это будет большой прорыв в научной сфере и для центра, и для системы ФМБА России в целом. Вторая ситуация, что мы обратили внимание и акцентировали вопрос для законодательной власти с точки зрения вопросов тарификации, маршрутизации, а также порядка оказания помощи по некоторым отраслям ядерной медицины. Опухоли головы и шеи, рецидивы рака предстательной железы, радиотерапия для детей, патологии центральной нервной системы и рак молочной железы. В России ежегодно тратятся миллиарды бюджетных средств на разработку и поставку в регионы лекарств и оборудование, которое помогает людям с данными диагнозами. Совершенствование методик диагностирования на ранних стадиях и лечения онкопациентов – также серьезная статья расходов, за которой стоят конкретные люди, воплощающие в реальную жизнь теоретические наработки. Больше собрались практики, и это важно, потому что теоретические знания, они существуют, и мы обладаем и имеем возможность развиваться, но именно консолидация теории и практики важна. Мне понравилось то, что принимали участие не только ведущие специалисты нашей страны в области радиологии, но и много молодых ребят, которые горят этим делом, которые явно имеют потенциал научный и в будущем, наверное, составят славу нашей профессии. Говорили на конференции о кадровом потенциале радиологической медицины. Ведущие врачи отрасли отмечают вопрос злободневный в свете ежегодного увеличения количества выявляемых онкозаболеваний. И большую роль в решении данного вопроса в числе прочих мер, конечно, должна сыграть доступность для молодых специалистов использования в лечении пациентов высокотехнологичного оборудования под чутким руководством старших и более опытных коллег. Как, например, это делается в Димитровграде? Госдума восьмого созыва на 48,5% обновила состав. Со ссылкой на Вячеслава Володина передают федеральные издания. Более половины из избранных восьмой состав депутатов парламентский опыт получили еще в седьмом созыве. Первое заседание нового состава Нижней палаты состоялось 12 октября. Народные избранники уже определили направление своей будущей работы. О том, как планируют свою деятельность представители Ульяновской области, расскажем далее. Владислав Третьяк, одержавший убедительную победу по 188 округу накануне выборов, признался. С Ульяновской областью легендарный спортсмен уже чувствует родственную связь. Мы депутаты всех назначений, от Государственной Думы до законодательства собраний, муниципальных образований. Мы все в одной команде. Мы все хотим, чтобы действительно наша область процветала. Третьяк отметил, люди продолжают воспринимать его как известного спортсмена, что только помогают в работе. Депутату доверяют решение проблем. Первоочередным направлением народный избранник считает поддержку семей с детьми. Владимир Кононов, представляющий 187-й одномандатный округ, накануне посетил комбинат, производящий питание для школ и больниц нашего региона. Депутата особо заинтересовала разработка программы «Центр здорового питания», которая в дальнейшем может стать полезной другим регионам России. В этом вопросе народный избранник готов помочь предприятию, обеспечивая федеральную поддержку. Напомним, Кононов позиционирует себя подвижником изобретательства. Не так давно он презентовал книгу «Изобретение, изменивший мир». В социальных сетях к жителям Ульяновской области обратился Сергей Морозов, который, по информации федеральных СМИ, вошел в состав Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. В обращении депутат выразил благодарность землякам за поддержку. У меня будет не совсем в течение пяти лет та обычная работа, для меня, которой я занимался на протяжении почти 17 лет работой губернатором, четыре года работой мэром. Но это тоже очень важная работа. Работа связана, прежде всего, конечно, с выполнением народной программы «Единая Россия», с выполнением многих ваших наказов, с привлечением инвестиций в родную регион. Смертельное ДТП, где отметилась известная медийная личность, в эти выходные срезонировало по всей стране. По официальным данным, в аварии на Сочинской дороге погибла 35-летняя пассажирка автобуса. Сообщение о второй жертве не подтвердилось. Снижение смертности на дорогах – важнейшая задача, цель профильного нацпроекта и суть работы всех дорожных ведомств. Особенно важно создать условия для безопасности самых юных участников движения. Уважаемые дети, в преддверии осенних каникул спешим вам напомнить о правилах безопасности наших дорог. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте ремнями безопасности, не разговаривайте по телефону во время движения. Значит, вам на раду. Спасибо. Наставление ульяновским водителям. Школьники на время профилактической акции «Внимание!» каникулы сами стали инспекторами движения. Напоминание о важности соблюдения ПДД получили и родители. Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности детей в период школьных каникул. Исключите нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых. Если ваш совместный досуг с ребенком запланирован на темное время суток, то позаботьтесь о наличии световозвращателей на одежде. Внимание водителей к юным пешеходам может привлечь и яркая одежда. Но все же лучший способ обезопасить своего ребенка – выучить с ним основные правила дорожного движения. Учите ребенка смотреть по сторонам, прежде чем сделать первый шаг с тротуара. При переходе проезжей части по пешеходному переходу пешеход должен убедиться в своей безопасности. Важно позаботиться о ребенке и когда он находится в машине. Сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости пристегивать ремень безопасности во время движения. Если в салоне вашего автомобиля находится ребенок, используйте детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Автовладельцы обещали смотреть в оба, чтобы соблюдать правила движения. И в продолжении темы. Скорость по новому мосту через Волгу ограничат 60 км в час. Сезонное ограничение – ежегодная практика с наступлением отрицательных температур. День Икс этого года – 15 октября. При въезде на переправу установят дорожные знаки. Последовательно ограничение максимальной скорости 80 и 60 км в час. Скользкая дорога, а на выезде – конец всех ограничений. И далее коротко о других интересных событиях из жизни областного центра. В Ульяновске ремонтируют более 40 км дорог, обновляя по проекту БКД 48 участков уличной дорожной сети. В высокой степени готовности находятся улицы Богдана Хмельницкого, Рябикова, участок от Кузоватовской до Богдана Хмельницкого, Красноармейская, Красногвардейская и Стасова, где уложено от 85 до 94% щебеночно-мастичного асфальтобетона. Параллельно в областном центре продолжаются самые масштабные за последние 15 лет работы по ремонту и строительству сетей водоснабжения и водоотведения. По новому водопроводу в Кротовку, Арска и по Грибы уже поступает артезианская вода. Для снабжения еще одного поселкового микрорайона Лаишевки строится 300-мм водопровод, срок службы которого определен в 75 лет. В железнодорожном районе взамен разрушенных строятся новые дюкеры. На опытном поле перекладывают аварийный коллектор. Причину нестерпимого запаха, на который годами жаловались жители микрорайона. Почти полторы сотни аварийных деревьев снесено в областном центре с 4 по 10 октября. План на эту неделю и еще полторы сотни. Работы ведутся во всех районах города, бригадами городского центра по благоустройству и озеленению. В первую очередь стараются избавить от опасных зеленых насаждений территории, соседствующие с учреждениями социальной сферы. К примеру, на минувшей семидневке возле образовательных организаций снесли 45 деревьев. Дорогу осилит идущий, а поможет чемпионат по фоновой ходьбе всероссийского масштаба. Массовое и общедоступное первенство стартует одновременно 15 октября во многих российских регионах. Готов ли Ульяновская, насколько подобная актуальна в период пандемии, выясняла Татьяна Домоданова. Шла, шла и ушла в минус. За пять месяцев старшая медсестра 6-й городской поликлиники Анна Безродного сбросила 11 килограммов. Говорит, все благодаря участию в русско-японском проекте похудания от Центра общественного здоровья. Перекроила мышление и образ жизни в целом. Комфортно существует в режиме без мучного и сладкого, общественного транспорта и лифта. У меня сын спортсмен, он безумно счастлив, он видит, что я хожу пешком, он видит меня вечером на спортивной площадке. Он, конечно, безумно рад. Муж тоже сказал, что намного лучше стал. Хотя он мне, конечно, говорил, что не надо ты меня и так, я тебя и такое люблю, ну как любые мужчины любящие. Но сейчас, конечно, я думаю, что видно, что по-другому начал немножко смотреть. Ежедневный эмоцион Анны не менее 13 тысяч шагов. Примерно столько же в каждый свой обеденный перерыв выхаживает и Лилия Кириллина, врач-кардиолог с почти 40-летним стажем. В теме фоновой ходьбы доктор три года. Стартовала одна, но понимала, личный пример заразителен. Теперь шагают семейным подрядом и всем советуют. Ходить нужно интенсивно, работая руками. Ну, не сильно, конечно, не мешать, как солдатик. Но все-таки, чтобы двигались немножко руки, осанку держать прямую, спину держать прямую, потому что это тоже важно, даже уже на то, что мы держим спину прямую, то есть вот держим осанку, на это идут калории. Ходить равно долго жить. Рецепт здоровья и долголетия невероятно прост и не требует финансовых затрат. Главное найти время, место и по возможности единомышленников, даже масштабах страны. Все это реально благодаря Всероссийскому чемпионату по фоновой ходьбе «Человек-идущий». Инициирована Лига здоровья нации, идейный вдохновитель, кардиохирург Лео Бакерия. Принять участие можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Человек-идущий.рэп». Скачайте, установите на свой телефон, создайте свою команду или присоединитесь к уже действующим в вашем населенном пункте. Семь тысяч россиян уже в пути, а среди них и наши земляки. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров и Бухтияр Салтанов. Репортер 73. В завершении напомним телефоны 30-41-73. Размещайте ролики, сюжеты, здесь объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами, звоните в редакцию 30-40-73. Скачивайте приложение «Мобильный репортер» и делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин